Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Касамжу Мартукаев принял в министра иностранных дел. Бейбута Атамкулова сообщается на официальном сайте главы государства. Президент был проинформирован об участии делегации Казахстана в министерской конференции Европейский союз «Центральная Азия», которая проходила в Кыргызстане, а также о неформальном совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии. Касамжу Мартукаев указал на необходимость экривизации сотрудничества нашей страны со стратегическими партнерами и международными организациями. В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента. В Туркестанской области все силы брошены на ликвидацию последствий серии взрывов и пожаров в городе Арыс. Сегодня премьер-министр Казахстана Аскар Мамин с рабочей поездкой в очередной раз посетил пострадавший город. Он ознакомился с ходом восстановительных работ поврежденных домов, социальных объектов и инженерных сетей. Строительные бригады сейчас работают по всему городу. Они восстановили уже 676 домов. Подробнее в следующем материале. Строительные бригады живут в этой школе уже вторую неделю. Сначала помогали разбирать завалы, а сейчас восстанавливают разрушенные кабинеты. Школа имени Журбы сильно пострадала во время взрывов в Арысе. Вот эти балки сделали мимо, стены пошли. И здесь вот когда ударная волна была, ее подняла, видите, она же почти... Ну, видите, как правило, она установила. О том, как устраняют последствия и помогают пострадавшим, посмотрел премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В Арыс он приехал рано утром, проинспектировал работу региональных штабов и осмотрел дома в микрорайонах Коктем-1 и Коктем-2. А также здание детского сада, железнодорожного вокзала. Премьер-министр также посетил Центр обслуживания населения. Там ему рассказали о проводимой работе по выплате компенсаций по 100 тысяч тенге жителям города Арысь. Сейчас в Сони, как и во всем городе, горячая пора. В день обращается около полтора тысяч. В основном с утерей удостоверения личности, с горным паспортом, технического паспорта дома и правоценности документов на жилье. Акимат сделал список полностью сгоревших домов. Документы хозяева восстанавливают бесплатно. Ремонтные работы завершены в 676 домах. Еще три тысячи объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов восстанавливают. Ведутся работы на 66 объектах здравоохранения и образования спорта. Городскую больницу обещают открыть в августе. А поликлиника уже начала принимать пациентов. В нашей поликлинике врачи все работают. Педиатр, терапевт, участковый, хирург. Все специалисты. Дневной стационар работает. По итогам осмотра объектов под председательством Аскара Мамина состоялось совещание. О проводимой работе по оказанию мер социальной поддержки, медицинских услуг, восстановлении жилья рассказали руководители министерств. Акимы Алматинской области, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и города Шымкента также доложили о темпах строительных работ на выделенных секторах. В восстановительных работах участвуют все регионы, нацкомпании, представители крупного бизнеса страны. До 1 августа все основные восстановительные работы по городу Арыс должны быть завершены. Глава правительства поручил усилить работы по своевременному восстановлению. Арысцы должны как можно скорее вернуться к привычному образу жизни. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Туркестанская область. Систему объявления тревоги обновят в Арысе. Эту же работу проведут во всех районах и городах региона. Сейчас в Арысе продолжают дежурить спасатели. Там сосредоточены 16 единиц техники и 65 человек личного состава. Представители ДЧС просят жителей быть внимательными и не подходить близко к воинской части, где до сих пор работают саперы. Сам город постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Продолжается и работа по восстановлению разрушенных домов. К примеру, представители Актюбинской области работают на 12 секторе. Здесь расположено 789 жилых зданий. Больше половины из них нуждаются в капитальном ремонте. На данный момент половину объектов строители уже привели в порядок. В Арысе загорелся пункт технического обслуживания локомотивов. Огнем была охвачена кровля административного здания. Об этом нашему телеканалу сообщил руководитель департамента ПЧС Туркестанской области Бахаджан Запаров. Огонь также перекинулся на цех по ремонту. Общая площадь пожара составила 2040 квадратных метров. Но угрозы для жизни и безопасности граждан нет. Жилые дома находятся на безопасном расстоянии. На данный момент пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ. В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 55 человек личного состава. Пожар полностью локализован в 1640. Срочно улучшать качество казахстанских автодорог посоветовал первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции. По информации Лжас-Обектенова, в прошлом году наша страна по состоянию автомобильных дорог оказалась в аутсайдерах. В международном рейтинге Казахстан из 140 стран занял 106-ю позицию. Зачастую плачевное состояние трассы шоссе связано с коррупционными правонарушениями. За последние три года в сфере строительства дорог выявили порядка 100 подобных фактов. Виновные привлечены к ответственности. Также на быстрый износ дорожного полотна влияет большой поток грузовиков. В планах внедрить интеллектуальную систему транспортного контроля. Через WhatsApp мессенджер мы принимаем сообщения в ситуационный центр, то есть применяем дистанционный контроль. И в дальнейшем, как я уже говорил, мы планируем максимально автоматизировать, исключить человеческий фактор, максимально автоматизировать процесс проведения транспортного контроля. Это касается не только весовых габаритов и параметров, это вопрос и контроля за иностранными автотранспортными средствами. Участие в совещании приняли представители антикоррупционной службы и компаний, которые контролируют и отвечают за качество дорог, а также общественники. В режиме видеоконференции на связи находились все регионы. Помимо вопросов бездорожья, поднимали и тему общественных уборных. Говорили об их нехватке и запущенном виде. В планах на ближайшие три года установить в Казахстане больше трех тысяч придорожных уборных, которые будут соответствовать современным стандартам. По 10 лет заключения и пожизненный запрет на работу в госорганах получили два экс-руководителя КАЗ «Гидромета». Согласно материалам дела, в начале года заместитель гендиректора Смаилов и глава карагандинского филиала получили взятку в 26 миллионов тенге от поставщика метеорологического оборудования. Сумма вымогалась за покровительство при проведении государственных закупок на два радиолокатора общей стоимости свыше миллиарда тенге, а также за содействие при реализации дальнейших конкурсов. Взятку планировалось передать по частям. При получении второго транша денежных средств в размере 17 миллионов тенге с поличным был задержан Андрианов и в тот же день заместитель директора РГП Султанов. 3 июля текущего года решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султан указанные должностные лица призваны виновными и приговорены к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В Таразе из областного перинатального центра похитили младенца. Раскрыть преступление стражам порядка удалось за несколько часов. Врачи рассказывают, что мать новорожденной отлучилась в столовую, а ребенка оставила под присмотром постовой медсестры. Но сотрудница отвлеклась на звонок рабочего телефона. А когда вернулась обратно, малышку в кроватке уже не застала. Похищение ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как женщина выходит из центра с большой сумкой. На проходной она сообщила, что хочет якобы провидать знакомую. О пропаже младенца медики сразу сообщили в полицию. По слову полицейских, похитительница хотела продать его в Алматы якобы для усыновления. Но сделка сорвалась. Известно, что подозреваемая ранее не судима, но привлекалась за мошенничество. Дело прекратили по примирению сторон. Младенец был обнаружен в одном из номеров гостиницы, расположенной недалеко от перинатального центра. Тяжкое преступление удалось раскрыть в течение двух часов. Ребенок был возвращен матери. По подозрению, в похищении младенца задержана 22-летняя жительница Жамбулского района Жамбулского области. По данному факту, начато досудебно расследован по статье 135-й части 2 Уголовного кодекса. Это торговля несовершеннолетним группой лиц по определительному языковому руку. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Полицейские спасли их тонущего в реке и сельмужчину. Как выяснилось, один из героев Роман Байдильдин уже не в первый раз оказывается в роли своеобразного ангелохранителя. Только в начале этого года мужчина вместе с напарником спас пожилого человека, у которого случился сердечный приступ. Подробнее об отважном поступке полицейского в нашем следующем сюжете. В этот день лейтенант полиции Роман Байдильдин находился на службе и патрулировал центральный парк города. Когда ближе к вечеру поступило сообщение о тонущем человеке, он незамедлительно отправился на вызов. А после, не раздумывая, нырнул за ним в реку. Мужчина уже был обессилен и уходил под воду. Сегодня же 29-летнего героя наградил начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов. Однако сам себя Роман Байдильдин героем не считает. Я не могу назвать это подвигом. Это наша работа. Помогать людям, спасать их наш долг. В полиции он работает около 7 лет. В начале этого года Роману уже довелось оказаться в роли спасителя. Тогда у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Это произошло в районе столичного аэропорта, прямо на автобусной остановке. Благодаря оперативности и отзывчивости молодого стража порядка удалось избежать трагедии. В этот же раз вытащить из реки физически крепкого и рослого мужчину помогли подоспевший напарник. Муратхан Хусаинов и случайный прохожий, которого в спешке покинул место. Позвонившая на пуль 102 женщина не уточнила, с какой стороны реки тонет человек. Поэтому оператор отправил два наряда. А Роман Байдильдин оказался на месте быстрее. Сложность заключалась в том, что там была достаточная глубина, более двух метров. И даже над водой этот заборчик тоже идет на расстоянии двух метров. Поэтому там физически одному выплыть невозможно. Хоть тот человек и умел плавать, но он находился в алкогольном состоянии и сам себя спасать не мог. Поэтому Роман его за ноги подталкивал, а я совместно там еще был гражданский парень. Мы его за руки уже поднимали с этой стороны. С начала года на водоемах Казахстана погибли больше 80 человек. Чаще всего люди тонут в местах, не предназначенных для купания. Число же утонувших по стране 159 человек. Гульнара Ерманова, Ануар Таукелев, Хабар, 24. К новостям в мире. Крупный пожар вспыхнул на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 8 человек. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Для тушения огня задействованы спасательные службы и авиация. Причины возникновения огня выясняются. Отмечу, ТЭЦ-27 обеспечивает электричеством и теплом жителей северного и северо-восточного округов Москвы. В качестве топлива используют природный газ. Европейский Союз может ввести ограничительные меры против Турции из-за разведки Анкары и газовых месторождений у побережья Кипра. В частности, ЕС рассматривает сокращение финансовой поддержки инвестиций, а также приостановку различных торговых переговоров. Однако, как отмечает агентство Reuters, это решение еще обсуждается в Брюсселе. Что касается Анкары, то ранее там заявили, что не прекратят бурение на шельфе Кипра. Добавлю, остров разделен на два государства. Одно из них член ЕС, а другое – Турецкая республика Северного Кипра. Формально ее признала только Анкара. В честь года Казахстана в Узбекистане труппа театра «Астана-Опера» отправилась на гастроли в соседнюю республику. На большой сцене Государственного академического театра имени Алишера Наваи отечественные артисты представили оперу «Абай». Подробнее расскажут мои коллеги. Опера «Абай» оказалась очень близка узбекской публике. Поклонники высокого искусства с огромным восторгом встретили шедевр казахско-национальной классики. В преддверии юбилейной даты 175-летия «Абая» исполнение этой оперы было особо значимым. Мы видим, насколько узбекский народ знает и восхищается нашим казахским поэтом Абаем Кунамбаевым. Здесь нас встретили с особым теплом, а мы, в свою очередь, хотим показать свое искусство и подарить эмоции и незабываемые впечатления нашим поклонникам. Премьера оперы «Абай» состоялась в 1944 году. Она написана великими деятелями национального искусства и культуры Ахмедом Жубановым и Латифом Хамиди. Произведение повествует о деятельности, ценностях, мечтах великого поэта Абая Кунамбаева. Это творение было названо критиками казахским музыкальным шедевром. Отмечу, опера впервые была представлена в Узбекистане и вызвала аншлаг. Мы специально сегодня пришли послушать казахскую национальную оперу. В восторге, очень нам понравились декорации красивые, костюмы замечательные, голоса очень интересные. С удовольствием послушали, потому что для нас это очень интересно. Это большой подарок для ташкентской публики, для нас, потому что эту оперу вообще мечталось посмотреть в Алматы, в Казахстане. Но вот благодаря этому году культуры Казахстана в Узбекистане нам посчастливилось увидеть. Но это превзошло даже любые ожидания. Публика ведущего театра Узбекистана особо оценила безупречную работу музыкантов симфонического оркестра. Руководителем постановки является Алан Бурибаев, правнук легендарного композитора Ахмета Жубанова. Он окунул присутствующих в зале в бесконечно «Прекрасный мир Абая». Очень сильная команда, действительно все как на подбор. У нас великолепный оркестр, хор, наши блестящие солисты, великолепный балет. Не говоря уже о наших возможностях технической службы. Знаете, мне кажется, сегодня был такой день, когда это все работало настолько гармонично между собой, что у нас получился действительно замечательный спектакль. И, как видите, вот такая вот действительно непосредственная искренняя реакция ташкентского зрителя – это для нас награда. Артисты проделали большую работу. Аудитория осталась под впечатлением от представления. Совсем скоро труппа «Астана» опера представит узбекским зрителям постановку «Мадам Баттерфляй». 20 июля в Алматы пройдет ледовое шоу в память о легендарном фигуристе – бронзовом призере Олимпийских игр Денисе Тенни. Телевизионную версию представления можно будет увидеть в эфире канала «Хабар». На лед Алматы-арена выйдут знаменитые фигуристы, коллеги и близкие друзья Дениса. Когда-то они вместе выступали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, праздновали победы и были рядом в минуты поражения. У фигуристов остались очень теплые воспоминания, которыми они поделятся на шоу «Друзья Дениса». Подробности в нашем материале. Шоу «Друзья Дениса» обещает быть очень масштабным. Самые яркие звезды мирового фигурного катания приедут, чтобы не только почтить память Дениса Тена, но и подарить поклонникам потрясающие номера и продемонстрировать всю красоту этого вида спорта. Это именно то, над чем всю свою жизнь так тщательно работал великий спортсмен. Это шоу о том, что все друзья Дениса приехали в родной город Дениса. Из разных стран. Это просто мировые имена, чемпионы, легенды, молодые. Какой-то фишкой это будет то, что будут звучать произведения Дениса. Второе отделение нашего шоу, оно будет, как и уже все остальные шоу Дениса, будут звучать с живым оркестром. Мое желание, чтобы зритель, смотря это шоу, понимал, что Денис рядом с нами, что Денис находится там же, на льду, среди всех нас. Зрителей шоу «Друзья Дениса» ждет трогательная и вместе с тем яркая программа. Восемь номеров первого отделения, которое исполнят именитые спортсмены, это композиции самого Дениса. С ними он когда-то выступал на международных аренах. Танцевальная пара из России Софья Шевченко и Игорь Еременко выйдут на лед с произвольной программой под музыку Шостаковича. Именно она принесла Денису Тену бронзовую медаль Олимпиады в Сочи. Я буду кататься под музыку, под которую Денис катался в 2014 году. Это был его показательный номер на гран-при. И я буду кататься под эту же музыку, называется «Миманчерай». Очень душевная, глубокая музыка, под которую мне безумно нравится кататься. Друзья, приходите 20 июля на ледовое шоу «Денис и друзья». Денис навсегда останется в нашей памяти. Мы вас ждем. Денис Тен был безумно талантливым и творческим человеком. Он не только прекрасно выступал на льду, но и сочинял музыку, писал стихи, записывал песни. Авторская композиция во его исполнении прозвучит на ледовом шоу 20 июля в Алматы. Именно она откроет яркое представление, а все участники выйдут на лед. Не пропустите красочное шоу «Друзья Дениса». Анастасия Валикжанина, Дана Нуржанова, Александр Любителев, Ирлан Абжанов, Хабар-24. К другим темам. В Актау долг горожан перед коммунальной компанией превышает более 300 миллионов тенге. Как оказалось, жители не своевременно производят оплату за оказанные услуги, а порой и вовсе не спешат гасить долги. При этом с каждым годом возрастает количество коммуникаций, нуждающихся в капитальном ремонте, а также о полной замене запчастей и техники. Однако денег на эти нужды у компании нет. Процесс искания задолженности с населения занимает долгое время, отмечают специалисты коммунального предприятия. На встрече с мажелесменами они выступили с предложением к народным избранникам внести изменения в законопроект. Мы озвучили четыре предложения. Изменения в налоговой системе показывают свои плоды. К примеру, если налог не уплачен в срок, департамент напрямую отправляет это дело судебным исполнителям. Есть механизм погашения налоговой задолженности. Внедрение аналогичного механизма позволит решить проблему многих коммунальных предприятий. У нас по коммунальным очень много долгов. А раз у нас очень много долгов, значит наши коммунальные предприятия, которые все в основном являются государственными коммунальными предприятиями, они получают свою прибыль. Потом мы же жалуемся на качество их услуг. Чтобы вот этот порочный круг прервать, нам нужно внести вот эти поправки. 230 многодетных семей, проживающих в районах и селах Восточно-Казахстанской области, получили ключи от новых домов. В сельских округах и районных центрах были созданы рабочие комиссии, в состав которых вошли представители общественных организаций «Многодетные матери». Они провели работу по отбору домов и квартир на селе для выкупа. При выборе жилья учитывалось возможность заниматься подсобным хозяйством, условия для разведения скота и посадки огорода. Так, для многодетных семей было подобрано 196 домов в сельских округах и 34 дома в районных центрах. Общая сумма приобретения жилья составила 558,5 миллионов тенге из внебюджетных средств. Одновременно ключи вручали сразу в нескольких районах области. Таким образом, новоселами стали жители Бородолихинского, Покпектинского, Тарбогатайского, Уландского, Урджарского и Глубоковского районов. До сегодняшнего дня мы не имели собственного жилья. Теперь у нас есть большой просторный дом, также большое подсобное хозяйство. На 30% увеличилось пособие родителям, опекунам и семьям, воспитывающим многодетей инвалидов. Повышение произошло с 1 июля. Теперь размер выплаты составляет 41 578 тенге. Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения, с 1 января также происходило денежное увеличение пособия за счет повышения месячного расчетного показателя. Всего подобную поддержку со стороны государства получает 82 800 граждан. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено почти 30 миллионов тенге. Данный вид пособия, размер которого исчисляется от прожиточного минимума, с 1 января 2019 года размер был 31 178 тенге. С 1 июля он повышен на 30%, размер которого на сегодняшний день составляет 41 578 тенге. Все граждане уже с 1 июля получили повышенные размеры выплат. В Казахстане впервые организовали летнюю школу для детей из казахской диасфоры, проживающих за рубежом. В столицу приехали 150 ребят из России, Ирана, Монголии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Две недели они будут изучать родной язык, историю и традиции. А также посетят самые красивые и интересные места Нур-Султана и его окрестностей. Особенность библиотеки президента заключается в том, что здесь у нас проводятся уроки, семинары, тренинги. Их график насыщен как никогда. Музеи, дворцы, мечети, вузы и другие знаковые места столицы. За две недели ребятам нужно узнать как можно больше об истории и традициях своей исторической родины. Ведь многие из них первый раз в Казахстане. Но точно не последний, уверен каждый из них. Узнаем больше о Казахстане. Узнаем, допустим, вот сейчас мы узнали, какие медали получал Нур-Султан Назарбаев от других стран. Увидели то, что мы не знали этого, но увидели то, что, допустим, наша делегация, вот именно Кыргызская диаспора, подарила Нур-Султану Назарбаеву такую вот медаль. Почему вы хотите приехать в Казахстан? Ну, свою родину, чтобы жить здесь, узнавать больше о Казахстане. И у меня есть цель встретиться с Назарбаевым. Хочется жить там, где жили наши предки. Фильм, снятый по детским воспоминаниям первого президента Нур-Султана Назарбаева, погрузил ребят в быт казахских семей в аулах. Познакомить детей с Казахстаном, да и вообще организовать их приезд из-за границы, помог фонд «Отандастар» совместно со Всемирной Ассоциацией Казахов. Главная цель мы хотели пригласить наших детей, этнических казахов, которые проживают за рубежом, им дать именно академическую часть казахского языка, изучение истории Казахстана. И самое главное, чтобы они окунулись, увидели развитие нашей страны, увидели развитие города Нур-Султан. Не только просто развитие, а увидели, как развивается город архитектурно, образовательно, культурно, исторически. Ребят не только учат родному языку и погружают в историю. Для детей из летней школы организовывают мастер-классы по игре на Домбре, Житигене, Кабызе, устраивают соревнования по национальным видам спорта и делятся рецептами традиционных казахских блюд. А выходные участников летней школы отвезут в Боровое. В следующем году организаторы планируют расширить географию участников. В Казахстан планируют пригласить детей из Европы и Америки, а в список экскурсий добавить города Алматы и Шимкен. Татьяна Ковалева, Марат Диханбаев, Хабар-24 из столицы. В столичном научном центре «Материнство и детство» провели трансплантацию костного мозга 7-летней девочки с диагнозом острова лейкоза. Ее донором стала 25-летняя девушка из России. Стволовые клетки привезли сегодня из российского города Киров. Стоит отметить, что это четвертый случай, когда донором для больного ребенка стал не близкий родственник, а рецепиент из страны соседа. По словам врачей, операция поможет спасти жизнь маленькой пациентки. Участие в ней примут турецкие медики, они проведут процедуру в рамках мастер-класса. Отмечу, ежегодно в донорстве костного мозга нуждаются порядка 300 казахстанцев, около треть из них – дети. В этот приезд мы делаем сейчас четыре трансплантации, достаточно сложные. И в этом нам помогают методически или как бы советом. Сейчас мы с каждым годом все больше и больше делаем трансплантации внутри Казахстана за счет государства, с помощью благотворительных фондов, с помощью поддержки наших коллег из-за рубежа. Все это проводится бесплатно, на безвозмездной основе. Хрустальные дети получили шанс на выздоровление. Маленькие пациенты, у которых даже от легкого прикосновения ломаются кости, смогут пройти предоперационную подготовку и поддерживающую терапию в казахстанских больницах. Комплексное лечение детей с диагнозом несовершенного остеогенеза отечественные врачи впервые провели совместно с украинскими коллегами. После реабилитации деток смогут оперировать. О медицинском прорыве расскажет Сабина Балашкина. Балнур и Нуруслам с детства страдают несовершенным остеогенезом. Из-за хрупкости костей таких детей чаще называют хрустальными. Ведь при малейшем неосторожном движении они могут получить сразу несколько переломов. Мы, конечно, рады, что рядом с домом, рядом в одном городе, что не надо ехать, дорогу, тоже три часа на самолете, такси, то есть все это время, дети устают. И, конечно, хотелось бы, чтобы открыли у нас здесь не только помидоранат, но и хотели бы, чтобы операции тоже напроводили. Прежде чем перейти к лечению хрустальных детей, казахстанские врачи изучили сотни медицинских книг, провели десятки мастер-классов и ознакомились с мировым опытом. В обучении помогают им украинские коллеги. И на сегодня пять юных пациентов прошли терапии без фосфонатами. Эти препараты предотвращают потерю костной массы. Их назначают перед подготовкой к операции. Каждый курс лечения медикаментозного включает в себя прием препаратов кальция, применение препаратов группы без фосфонатов, которые воздействуют на кости на клеточном уровне. Тем самым кости становятся плотней, прочней. И в дальнейшем это даст большую уверенность в благоприятном исходе лечения пациентов. Сейчас в едином реестре официально зарегистрировано свыше 50 детей с диагнозом несовершенного остеогенеза. По словам врачей, все они смогут поэтапно пройти курс терапии в казахстанских медучреждениях. У нас данные дети госпитализированы по порталу, препарат получили бесплатно. За рубежом, естественно, это лечение очень дорогое. До этого дети получали лечение в Москве, в Украине на свои средства. Но сегодня, благодаря поддержке Министерства, Управлению здравоохранения города страны, нам удалось первые пять детей. И надеемся, в дальнейшем мы будем проводить это лечение также бесплатно. Пока производят спасительные препараты только за рубежом. Но казахстанские врачи сделали все, чтобы они стали доступны нашим детям. Лечение маленькие пациенты будут проходить за счет бюджета. В дальнейшем врачи планируют оперировать малышей с хрустальной болезнью в отечественных больницах. Сабина Балашкина, Омербек Изимов, Хабар, 24. В ближайшие сутки в Мангустаусской области прогнозируют повышение столбиков термометров до 40-43 градусов. На телефоны жителям региона пришло сообщение о штормовом предупреждении. Синоптики оправдывают его на 95%, а еще радуют. 13 июля в области ожидается дождь. Октаусы, выходя из дома, берут зонтики, запасаются бутылочками с водой, по возможности передвигаются в тени деревьев, либо вовсе устраивают сиесту. Кроме этого, вечерами жители выходят на пляж и охлаждаются в море. Ощущается, по-моему, градусов 50. Стараюсь, конечно, в жаркое время не ходить на улице. Если хожу, то короткими перебежками с бутылочкой воды. Приходится мазать кремом от загара, пользоваться каждый день, несколько раз в день даже обновлять. Воду с собой берем обязательно. Я все время под зонтом хожу в жару, но со вчерашнего дня из-за ветра зон сломался, вынуждена ходить, вот шляпу купила, хожу к шляпе. Очень жарко, по улице идем, стараемся выходить на улицу только по надобности. По жаре невозможно идти, ищешь тенечек, заходишь в любой магазин, где кондиционеры работают, чтобы немножко охладиться и дальше пойти. И на этом пока все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok